Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересного, главное, полезного материала о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Уже достаточно давно на автомобильном рынке в моду вошли машины, которые можно отнести к классу высокие хэтчбеки. Автомобили, которые занимают не так много места на проезжей части, но при этом имеют достаточно большое внутреннее пространство. Они в последнюю очередь благодаря высокому компактному кузову. Среди левых рулей такие машины попадаются не особо часто, и на ум в первую очередь приходят либо Skoda Yeti, которая по совместительству исхитряется представляться еще и кроссовером, или, например, Kia Soul. Но жители восточной части нашей большой страны знают, что подобные автомобили очень популярны на внутреннем рынке Японии, где крайне важен такой параметр, как занимаемая автомобилем парковочная площадь. Поэтому в свое время японские автопроизводители, как наперебой, кинулись предлагать потребителю легковые автомобили повышенной вместимости, впоследствии изрядно потеснившие в плане продаж традиционные хэтчбеки или седаны. Об одном из таких автомобилей в сегодняшнем обзоре мы и хотели вам рассказать. Встречайте, Toyota BB, второе поколение, кузов QNC. Автомобиль Toyota BB, что, кстати, расшифровывается как Black Box, черный ящик, во втором поколении появилась на свет в 2005 году. Этот автомобиль простоял на конвейере аж до 2016 года, что очень и очень много по нынешним меркам. В 2008 году модель подвергли рестайлингу, в ходе которого обновили внешность и поправили содержание комплектации. Если первая BB, как ее часто называют, базировалась на агрегатах таких машин, как Toyota Fan Cargo или Toyota Vitz, то второе поколение платформу сменило и в данном случае в основу модели легла довольно распространенная модель Toyota Passa. Традиционно для автомобилей внутреннего рынка Японии список комплектаций здесь очень-очень обширный и даже способен уместиться на относительно недлинном рулоне в печатном виде. У этой машины также было два варианта стайлинг-пакетов. Стандартный Standard Package, который отличался довольно скромной внешностью, и Aero Package, так называемый, пакет, включающий в себя спойлера и внешний обвес кузова, который придавал автомобилю более интересную внешность. Что касается линейки агрегатов, здесь были только бензиновые моторы, объемом 1,3 литра на 92 лошадиные силы и двигатель объемом 1,5 литра на 109 лошадей. Коробка передач только классическая автоматическая, а привод в зависимости от двигателя мог быть как передним, так и полным для версии с мотором 1,3. Наш сегодняшний экземпляр – это 2010 год выпуска автомобиль без пробега по России, приехав к нам из Японии не так давно. Под капотом здесь полуторалитровый бензиновый мотор мощностью 109 лошадей, автоматическая коробка и передний привод. По своим габаритным размерам Toyota BB – это довольно компактный автомобиль. Длина машины 3,78 м, ширина 1,69 м, а высота – 1,63 м. Колесная база у автомобиля была увеличена по сравнению с предыдущим поколением и теперь составляет 2,54 м. Багажник у автомобиля, конечно, несколько меньше, чем у одноклассников такого типа, как, например, Honda Free, но и задний свес у тех машин тоже куда побольше, как и внешние размеры. Поэтому в целом следует признать, что объем багажного отделения даже при поднятых сиденьях достаточен. Удобству пользования автомобилем способствует и широкий проем багажника. Высота проема около 86 см, а ширина по самой широкой его части – 110 см. Сверху и снизу в местах сужения этот параметр слегка сокращается до 100 см. Под фальшполом багажника мы обнаружим органайзер для мелких вещей, а под ним, в свою очередь, разместилась докатка с набором инструмента. На этом автомобиле используется довольно интересный и необычный способ фиксации спинок задних сидений. Во всяком случае, на большинстве его одноклассников этот механизм все же относительно потаенный. При сложенных спинках сидений длина багажного отделения возрастает до 1,26 см. А если вам нужно привести какой-то чрезмерно длинный, но при этом узкий груз, и вы отодвинете переднее сидение от нормального ездового положения до упора, то есть до самой передней панели, вы сможете разместить здесь что-то длиной под 1,60 см. Что для компактного автомобиля является довольно неплохим показателем. Крышка багажника, кстати, в открытом положении фиксируется весьма высоко. При росте 1,86 см мне довольно проблематично об нее удариться. А чтобы было удобнее закрывать эту самую крышку, здесь используется мягкая ручка. Действительно удобно и руки остаются чистыми. Что касается пространства в салоне для водителей и пассажиров, при росте 1,86 см я устраиваюсь за рулем вполне удобно. Единственный момент, который хотелось бы сюда по возможности добавить, это возможность регулировки руля по вылету, которая не предусмотрена. Переднее сидение представляет собой сплошной диван, что встречается не так уж и часто в нынешнее время. Но при желании можно превратить его и в два отдельных кресла. Подлокотник достаточно широкий, очень удобный. В данном случае на нем расположен в нашей комплектации пульт управления иллюминацией в салоне. А внутри подлокотника предусмотрена довольно вместительная емкость для, опять же, мелких вещей. Не обделен салон BB и подстаканниками, которых здесь для водителя и пассажиров спереди целых 4 штуки. По два подстаканника расположены в подлокотниках боковых дверей и два подстаканника дополнительно открываются из передней панели. Так что вопросов, куда пристроить чашку с кофе, в данном случае возникнуть просто не может. В данном случае обращает на себя внимание и большой запас свободного пространства. Например, над головой до потолка. Кстати, обзорность здесь весьма неплохая, несмотря на достаточно широкие передние стойки и в целом узкую линию остекления. Ну а зеркала просто выше всяких похвал. По размеру здесь они способны поспорить с иным кроссовером. Ну а с парковкой в данном случае поможет камера заднего вида, изображение с которой выводится на штатный монитор. Что касается бортового электрооборудования, то для японского автомобиля здесь все в целом стандартно. Почти стандартно. Здесь есть и климат-контроль с дисплеем полностью автоматический. Здесь, конечно, полный электропакет, все четыре стекла и боковые зеркала. А вот что не совсем обычно, именно в нашей комплектации в данном автомобиле 11 динамиков аудиосистемы. Включая высокочастотные динамики пищалки в передних стойках, а также штатный сабвуфер, расположившийся внизу центральной консоли. Последняя интересная деталька, приковывающая к себе внимание, это плафон освещения спереди, слева и справа у водителя и пассажира. В данном случае это точечный светильник, который можно регулировать по направлению и по своему внешнему виду. Он очень напоминает либо самолетные светильники, либо те, которые встречались в старинных советских автобусах. Что касается заднего сидения, то в данном случае, конечно, места хоть и достаточно, но по большому счету впритык. То есть, если ваш рост больше чем метр, скажем, 86, больше метр 90, то здесь самому за собой вам уже будет тесновато. Само заднее сидение достаточно плоское, не профилированное, центрального подлокотника в данном случае нет. То есть, решено оно в таком простом варианте. Опора у вас только под правым локтем, зато есть свои собственные подстаканники в боковых дверях для задних пассажиров. И спинка заднего сидения регулируется по наклону. Правда, только в двух фиксированных положениях. Ну а теперь пару слов про кузов, про толщину и качество лакокрасочного покрытия, а также про сопротивляемость коррозии. Что касается толщины лакокраски, то Toyota BB это типичный японский автомобиль. Разброс показаний толщиномера на этом автомобиле, как правило, будет лежать в диапазоне от 90 до 130 микрон. Крайне редко эти машины приезжают из Японии в Россию с какими-либо явными кузовными дефектами. По крайней мере, сколы и царапины на них встречаются куда реже, чем у машин, которые эксплуатируются по нашим отечественным дорогам. Зато попадаются машины, так или иначе побывавшие на своей родине в ДТП. И хорошо, если после этой аварии машину лишь косметически подкрасили. Красоты ради. Так что при осмотре подобной машины обязателен осмотр на подъемнике, обращайте внимание не только на окрашенные элементы кузова, но если они на машине присутствуют, также проверяйте и целостность всех силовых элементов. Что касается стойкости кузова к коррозии, то в этом плане у Toyota BB первого поколения было как минимум одно слабое место. Козырек крыши. Именно в этом районе чаще всего локализовалась начинающаяся ржавчина. На нашей практике подобного на BB-шках второго поколения нам видеть не приходилось. Но у автомобиля, который вы покупаете из Японии, как правило, отсутствует дополнительная антикоррозийная защита по днищу кузова. Очевидно, в связи с ненадобностью таковой. Поэтому, если вы планируете долго и счастливо эксплуатировать подобную машину в российских условиях, крайне желательно дополнительной антикоррозийной защитой все же озаботиться. А также обратите внимание, что, например, в задних арках автомобиля присутствуют зоны, которые не закрыты ни какой-либо антикоррозийной защитой, ни подкрылками. Вот эти места и следует защищать в первую очередь. Будьте вдвойне внимательнее и не пропускайте фазу осмотра машины на подъемнике, если речь идет про полноприводный вариант. Поскольку такие автомобили очень часто попадают в Россию, будучи приобретенными на аукционах на севере Японии, где в холодное время года используют антигололюдные реагенты. И, соответственно, есть риск того, что подобная машина может слегка озадачить вас тем, как она выглядит снизу. Силовых агрегатов под капотом Toyota BB второго поколения могло быть два. Оба бензиновые и оба малолитражные. Младший по объему двигатель, как, например, под капотом этого бордового автомобиля с полным приводом, это 1,3 литра на 92 лошадиные силы. Маркировка данного мотора К3ВЕ. Этот двигатель представляет собой рядную четверку. Блок цилиндров здесь алюминиевый. Он накрыт головкой блока цилиндров на два распредвала с 16 клапанами. Причем гидрокомпенсаторов здесь нет, и зазор клапанов регулируется по регламенту раз в 60 тысяч километров подбором стаканчиков-толкателей. Из элементов, усложняющих конструкцию данного мотора, можно отметить разве что фазовращатель на впускном распредвалу. Привод ГРМ в данном случае цепной. Здесь используется довольно длинная пластинчатая цепь Морзе, основное преимущество которой это бесшумность. Но за эту бесшумность в данном случае приходится платить небольшим ресурсам. И ресурс цепей на К3ВЕ действительно относительно небольшой. После 100 тысяч километров цепь может уже попроситься на замену. С растянутой цепью лучше долго не кататься, поскольку в случае если цепь перескочит, то клапана имеют все шансы встретиться с поршнями. И впоследствии головка блока цилиндров отправится в переборку. Хотя применительно к данным силовым агрегатам никто особо не заморачивается ремонтом. И намного проще, по крайней мере в дальневосточной части страны, взять контрактный мотор. По сути дела, относительно небольшой ресурс цепи ГРМ это практически единственная проблема данной силовой установки, крайне простой по конструкции. Вторым моментом может быть проявляющийся после 100 ближе к 150 тысячам километров пробега масложор, который на данных агрегатах чаще всего лечится заменой маслосъемных колпачков. В остальном же каких-либо сюрпризов данная силовая установка своим владельцам особо не подкидывает. Если не считать за таковые, необходимость периодически менять свечи зажигания, ну и потенциальную возможность выхода из строя катушки зажигания. Главный же плюс этой силовой установки, помимо ее простой конструкции, это маленький расход топлива. Несмотря на то, что стоит на этих автомобилях не вариатор, а вполне себе автоматическая гидромеханическая трансмиссия, потребление бензина на 100 километров пути в данном случае будет лежать где-то в районе отметки 7 литров. Второй и самый большой по объему мотор под капотом Toyota BB 2-й генерации носит индекс 3SZWE. В данном случае объем 1,5 литра на мощность 109 лошадиных сил. Как и младший двигатель, это тоже 4-цилиндровый. 4 цилиндра в ряд, но вот материал, из которого изготовлен блок цилиндров, в данном случае это чугун, а не алюминий, как на моторе 1,3. Головка блока цилиндров также двухвальная, те же 16 клапанов и все тоже отсутствие гидрокомпенсаторов. Поэтому регулировкой зазоров в данном случае время от времени владельцу, возможно, придется заниматься. Муфта фазовращателя здесь тоже одна, также на впускном распредвалу. Ну а привод ГРМ все та же пластинчатая цепь Морзе, как и на младшем агрегате. Плюс-минус с тем же ресурсом и той же небольшой стоимостью замены всего комплекта, сопоставимым по цене с заменой ремня ГРМ на некоторых автомобилях. Двигатель этот не только очень простой по своей конструкции, но и весьма распространенный. В свое время этот мотор можно было найти под капотом огромного количества моделей не только Toyota, но и, например, соплатформенных Daihatsu, а также под капотом грузового варианта Toyota Litais. Соответственно, в случае чего с поиском контрактного агрегата проблем быть не должно. Но, правда, и шансов, что что-то у вас с этим двигателем произойдет, тоже немного. По большому счету, и маленький, и большой мотор способен отбегать за 250 тысяч километров пробега при условии должного ухода. А это обозначает, в свою очередь, использование качественного моторного масла, положенной вязкости не более чем 5W30, и его своевременную смену раз в 7-8 тысяч километров пробега. В первую очередь, от длительных интервалов замены и грязного масла в данных силовых агрегатах будут страдать как муфтов из вращателя, так и, вполне возможно, гидронатяжитель, который может подкинуть и неприятный сюрприз, не отработав должным образом и допустив прослабление цепи, что вкупе с ее достаточным растяжением может также привести к перескокутстве. Так что меняем масло вовремя и льем хорошее. У моторов 3SZ есть еще одна особенность, связанная с появлением непредусмотренного конструкции подсоса воздуха по впускному коллектору. В этом случае виноваты, как правило, задубевшие прокладки. Стоят они недорого и меняются не слишком сложно. В принципе, любой автолюбитель с этим делом должен при наличии инструмента справиться самостоятельно. Что касается коробок передач, то здесь на бибишках второго поколения никаких вариантов выбора не было. Здесь устанавливалась только гидромеханическая классическая автоматическая коробка на 4 ступени. В целом, для городского автомобиля этого более чем достаточно. Коробка эта не отличается какой-либо повышенной хлипкостью, особенно в сочетании с двигателями малого объема, как здесь 1,3-1,5 литра. Но при этом, конечно, в любом случае требуется регулярной замены рабочей жидкости. Хотя бы раз в 60 тысяч километров меняйте в ней масло. Ресурс коробок в данном случае вплотную приближается к ресурсам двигателей. Также около 200-250 тысяч километров и даже более. Соответственно, ресурс у этой автоматической коробки также очень немаленький. Свыше 200 тысяч километров пробега выхаживает легко. Ну а если страшное все же произошло и дело дошло до замены коробки, то трансмиссия А4БД-01А на этот автомобиль тарифицируется порядка 15-25 тысяч рублей во Владивостоке, что в целом очень и очень немного. И зачастую бывает проще поставить сюда контрактный агрегат, а не заниматься переборкой своего. При покупке подобного автомобиля, конечно, убедитесь на тест-драйве, что коробка передач работает плавно, без рывков и дерганий, так как она и должна работать на автомобиле марки Toyota. Что касается подвески Toyota BB, то нужно отметить первый момент, связанный с тем, что здесь весьма неплохой дорожный просвет. Мы понимаем, что под клиренсом принято понимать самую низшую точку кузова, но тем не менее, в первую очередь, весь контакт принимают на себя, как правило, бампера, либо элементы пластикового обвеса. А с расстоянием от земли до них на Toyota BB все в полном порядке. Посмотрите сами, за передним колесом до пластика обвеса от земли 18 см. Конечно, поддон коробки передач или, например, выхлопная система находится несколько ниже этих отметок, но, во всяком случае, парковаться к поребрикам на этом автомобиле вы можете совершенно спокойно, даже при наличии аэродинамического обвеса. Сама подвеска здесь больше ориентирована на комфорт, нежели на рулежку и управляемость, поэтому некоторые владельцы подобных автомобилей заморачиваются с установкой более жестких пружин и амортизаторов, дабы побороть наличествующие крены и придать машинке более азартную управляемость. По своей схеме, подвеска на Toyota BB представляет собой традиционный Макферсон спереди и балку сзади. На полноприводных автомобилях задняя подвеска несколько отличается, но, по большому счету, сохраняет основной принцип – простоту конструкции. Что касается ресурсов компонентов подвески, то в большинстве своем данные автомобили приходят к нам с аукционов Японии с пробегами в районе 100-150 тысяч. И, как правило, ничего серьезного в подвеске этих автомобилей к моменту приезда в Россию еще не обнаруживается, как максимум рекомендованная замена, например, рулевых наконечников. Что касается рулевой рейки, то на Toyota BB она электрическая, и максимум, чем она может досадить своему владельцу – это появлением стуков. Такое встречается на машинах с пробегом более 100 тысяч километров и, как правило, связано с износом втулок рейки. Соответственно, недорогая процедура замены втулок, как правило, ситуацию выправляет. Также при осмотре подобного автомобиля советуем обратить внимание на состояние шрусов. Помимо очевидного, то есть контроля отсутствия течи по сальникам приводов, необходимо также на тест-драйве убедиться в отсутствии вибрации во всем диапазоне скоростей. Нельзя сказать, что привода на этот автомобиль стоят совершенно космических денег, но повод для торга с продавцом в случае, если подобный дефект обнаружится, у вас однозначно будет. Что касается задней подвески Toyota BB, то, как мы уже сказали, здесь используется балка на переднеприводных версиях и, по большому счету, выходить из строя нечему. Разве что могут потребовать замены сайлентблоки балки, и то случится это, как правило, на пробегах свыше 150 тысяч километров. Задние тормоза, кстати, в данном случае не дисковые, а барабанные, поэтому помните о необходимости профилактического обслуживания тормозной системы. Вот вкратце и всё про второе поколение Toyota BB. Надеемся, какое-то определённое представление об этом автомобиле вы получили и свои определённые выводы сделали. В целом, противопоказаний к покупке подобного автомобиля нет. Двигатели здесь надёжные, и при должном уходе служат многие сотни тысяч километров. Коробка передач – столь любимый всеми классический автомат. Ну а возможность приобрести этот автомобиль с полным приводом, пусть и с двигателем объёмом 1,3 литра, также дополнительный плюс. На сегодня это всё. Если наш обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы видеть на нашем подъёмнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас была или до сих пор есть Toyota BB второго поколения, вы проехали на ней не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, либо в чём нас поправить, тоже пишите это в комментариях, ведь людям, выбирающим подобную машину, ваш комментарий может оказаться полезным. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok